Добрый день дорогие друзья! И вот сразу у меня вопрос такой, почему 10 департамент? Как его расшифровать? Почему такое наименование дали? Десятый, секретный что ли? Народ же должен знать, чем занимается первый департамент, 10 департамент. Возглавляемый мной департамент полностью называется как департамент по надзору за законности судебных актов и представительству интересов государства в суде по уголовным делам. Это я так понимаю, либо это и уголовные, и гражданские дела, да? Нет, нет. У нас есть несколько видов надзора, каждая отрасль надзора. Скажем, первый департамент это общий надзор. Второй департамент это департамент по надзору за законностью досудебного производства, проще говоря, по надзору за законностью предварительного следствия и дознания. Третий департамент у нас занимается надзором за оперативно-розыскной деятельностью. А вот четвертый департамент, он занимается как раз надзором за законностью судебных актов и представительству интересов государства в суде по гражданским делам. Пятый департамент, условно говоря, мы так называем департамент, который занимается кадровой работой. Шестой департамент у нас занимается расследованием уголовных дел, это департамент специальных прокуроров. Седьмой департамент у нас занимается надзором за законностью содержания лиц в исправительных учреждениях и изоляторах временного содержания. Восьмой, условно мы называем международный департамент, то есть с международным связям. Девятый у нас финансово-хозяйственный департамент и десятый наш последний департамент. Он называется по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства в суде, проще говоря, поддержания государственного обвинения. Бейбот, я почему пригласил вас именно? Во-первых, я знаю вас очень давно. Вообще-то вы судебный работник, если честно говорить. Вы длительное время проработали в судебной системе, судья финансового суда, председатель коллеги Алматинского областного суда, судья Верховного суда. Это большой стаж. Вы знаете эту систему очень хорошо. И сегодня вы возглавляете департамент Генеральной прокуратуры Республики Казахстана. Я хотел бы сказать, что много зависит от позиции, которую вы занимаете в стране. От того, как вы будете докладывать Генеральному прокурору и его заместителям. Потому что непосредственно потом все-таки они принимают решение. Я эту всю вещь приблизительно понимаю. Право пронесения протеста за ними. От того, как вы сможете убедиться, это многое зависит. Если в данном случае по этому приговору основания для отмены, это тоже от вас зависит. Как-то глава государства выступает, как сказал, что часто мне приходится, и надо рассматривать жалобы. В итоге, после такого моего вмешательства, находим какую-то истину. Вот так сказал глава государства. Я не хочу полностью... Ну, приблизительно так прозвучало. То есть, я хочу сказать тем самым, что вот вас все-таки, как человека, знающего, есть люди, которые каждый месяц пишут жалобы на ваше имя, на имя Генерального прокурора. Вот где-то у вас вызывает сомнения, может, все-таки он где-то в чем-то прав или нет. Как вы думаете? К сожалению, встречаются на практике случаи, когда и судьи, и прокуроры, которые ориентируют суды при поддержании государственного винения, неправильно понимают закон, неправильно применяют. Это и порождает обоснованные жалобы. В таких случаях мы приносим протесты. Вначале в апелляционном порядке, затем в касационном, и в самой крайней стадии тоже в порядке назора. Есть, конечно, еще и представление для рассмотрения дела на пленарном заседании, но пока, вот я уже три года работаю в Генеральной прокуратуре, на моей практике пока таких не было случаев. Мы пока ограничиваемся принесением надорных протестов. Ну и бывают случаи, когда, конечно, и это надо признать, бывает так, что люди годами жалуются, и доходят это и до президента. И действительно, после его вмешательства, может быть, мы пересматриваем судебные акты и находим, что действительно есть основания для принесения протеста. И таким образом восстанавливаем права. Ну, это, конечно, не красит, не совсем, конечно, красит. Но мы в целом стараемся, стараемся выявлять каждый такой незаконный акт. Мы стараемся проверять каждую жалобу. Сейчас в нашей практике Генеральный прокурор установил так, что если он принимает граждан, мы не просто рассматриваем эту жалобу, не просто истребуем дело. Мы изучаем вместе с заявителем. Такого практики в Генеральной прокуратуре не было. Раньше не было такого? Не было, да. А сейчас... А сам отписки бумажки шли, я так помню. Да, были отписки сейчас. Вначале мы сами изучаем жалобу, истребуем дело. Некоторое время, конечно, уходит на изучение материалов уголовного дела. Затем, когда изучающий прокурор готов, мы приглашаем заявителя. И вместе с ним изучаем... Это его довод, да? Каждый довод, на каждый довод, как говорится, от сих до сих, где он указывает нам, по его мнению, были допущены нарушения закона. Затем, естественно, мы составляем как бы такую сводную таблицу, где указываем суть жалобы, доводы заявителя, чем это подтверждается и что есть материалов дела. Естественно, потом составляем собственное заключение. И уже с этим заключением идем к курирующему заместителю Генерального прокурора. И потом, значит, по результатам рассмотрения, независимо от того, это будет отказной ответ или это будет проект протеста, мы идем к Генеральному прокурору и обсуждаем уже у Генерального прокурора. Последнее слово за Генеральным прокурором. Спасибо. У нас телефонный звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я житель на Узбайского района сейчас, больше Карасайского района. Это по земельным отношениям земля, принадлежащая государству, говорим, или Акиму в надзоре прокуратуры района, в Карасайском районе. Первоначально было захвачено и продано улице половина. И в суде мировое соглашение получил. Второй раз получился суд, не ссылаясь на первое решение суду, ну такой коррупционный получился у них, решили на стороне ответчика. А был Иссон, а сельский округ. Теперь перешло на Узбайский район города Алматы. А улица находится в поселке Шугла, рядом строящаяся интеллектуальная школа Назарбаева. Мы сейчас, мы будем вас слушать, уважаемый телезритель. Наша вся программа на этом завершится. Во-первых, вы извините меня. Мы обсуждаем здесь уголовные дела. А здесь гражданство, вы можете непосредственно обратиться на имя Генеральной прокуратуры потом. Пожалуйста. Апелляционный суд решил на кассационный, кассационный, на верховный. И все это в коррупционном положении ушло, решение. Теперь куда обращаться? Чтобы люди, их права не ущемлялись. Закон о строительстве не нарушался. Спасибо, спасибо. Сейчас ответ выслужите. Скажите, вы обращались с надзором ходатайством в Верховный суд? Вот вы говорите, что вы прошли апелляционную инстанцию, насколько я вас правильно понял. Кассационную инстанцию. А в Верховный суд вы обращались с ходатайством о пересмотре судебных актов в порядке надзора? Наверное, что-то прервалось. Прервалось, да. После вынесения решения по гражданскому делу, стороны имеют право обжаловать его в апелляционном порядке. Поскольку он не говорил о протесте прокурора, то, видимо, протест не приносился. После того, как состоялось апелляционное заседание, стороны имеют право обжаловать и решение, и апелляционное постановление в кассационном порядке. Если стороны не согласны с кассационным постановлением, они имеют право обратиться либо в Верховный суд с ходатайством о пересмотре состоявших судебных актов в порядке надзора, либо обратиться с таким аналогичным ходатайством в Генеральную прокуратуру. Хотел бы сразу пояснить, что в этом случае ходатайство должно отвечать определенным требованиям. Во-первых, оно должно содержать ссылку на состоявшие судебные решения, суть исковых требований и возражений на иск. Далее вкратце приводится решение суда, решение апелляционной и кассационной инстанции. И затем должны быть приведены мотивы, по которым лицо не согласно с состоявшимися судебными актами. Далее для гражданских дел существует определенная процедура. Нужно приложить к ходатайству копии обжалуемых судебных решений, причем заверенных печатью суда и прошитых. То есть определенный порядок. Без этого вам просто возвратят ваши судебные акты. И если, скажем, лица не согласны с результатами предварительного рассмотрения ходатайства в Верховном суде, вы можете, я имею в виду заявители, они могут обратиться в Генеральную прокуратуру с аналогичным ходатайством. Но для этого нужно приложить ответ прокурору соответствующей области или города Алматы или города Астаны. Еще телефонный звонок. Мы вас слушаем. Кратко, если можно, будет. Пожалуйста, говорите. Да? Алло? Да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я звоню с Алматы. Я супруг бывшей судии города Алматы. Это у Тимисова кульпаж. Вы слышали? Да, да. Вы знаете, вот такой вопрос. Просто столько много было нарушений со стороны прокуратуры по поводу ареста бывшей судьи. И знаете, вот такой вопрос. Просто сколько много было... Вы что, телевизор слушаете что-нибудь свой? Говорите бы. Да, да, да. И вот мне вот, знаете, просто вопрос такой, что... Здесь получается такая ситуация, что она освободила своим решением в апелляции Сутягинского... Все это знают. Вы говорите конкретно вопрос. Все мы знаем. И сейчас, знаете, суд осудил Горкушкина. Да. Знаете. И здесь, получается, вот даже в Кассации... В Кассации там знают, что она вынесла правильное решение. Она... Горкушкина... У Горкушкина, наоборот, было, знаете, это как его... Рейдерский захват имущества Сутягинского. И почему я хотел вопрос задать, что прокуратура всегда стоит на своем... Вот именно нужно, чтобы у Тимисова обязательно сидела, и Горкушкин якобы прав. Все, спасибо. Существует решение... Понятно, понятно. Ну, ваши, конечно, переживания, эмоции понятны. Задача прокуратуры стоит вовсе не в том, чтобы осудить любое лицо любыми способами. Естественно, есть определенные способы и методы доказывания. И каждое должностное лицо, следователь, прокурор, суд, оценивает имеющиеся в деле доказательства с точки зрения их, значит, соответствия закону, доказательства базы, относимости, допустимости. Кроме того, он руководствует своей совестью и своим пониманием закона. Как он понимает? Это я проще говорю, чтобы людям было понятно. И если эти все эти три точки зрения у следователя, прокурора и судьи совпадают, тогда выносится обвинительный приговор. Естественно, бывают случаи, когда в какой-то части, скажем, прокурор может отказаться от обвинения, либо суд может не поддержать данное мнение прокурора и переквалифицировать деяние. Значит, по данному делу я могу сказать одно, что судебные акты по делу состоялись, и, в принципе, сама осужденная и ее защитник вправе обжаловать по инстанциям данные судебные акты. Они могут обратиться с ходатайством в Верховный суд, либо в Генеральную прокуратуру. О том, насколько это дело, первое место по делу Сутягинска связано с делом Горкушина, это уже будут оценивать должностные лица, которым попадет вот это ходатайство. Я не могу решать за кого-либо, не имея в руках материалов уголовного дела. Самое главное, Бибет, я почему застрел на эти вопросы? Казалось бы, мы должны были совсем другие вопросы обсуждать. Ну, это я для того, чтобы как-то телефонные звонки наши телезрители были в курсе, какие мы вопросы рассматриваем. И за какие участки работы вы несете ответственность. Поэтому вы меня, правильно я думаю, поймете. А теперь я хочу вот что главное сказать. Что я был на заседании этой коллегии 29 октября под председателем Генерального прокурора Асхат Хазьбулаевича Даулбаева, где как раз обсуждал результаты анализа состояний законов по уголовным делам в отношении лиц заболевших психическим заболеванием после преступления. Почему именно Генеральный прокурор на это обратил особое внимание? С чем это связано? При этом вы взяли промежуток работы с 2005 по сегодняшний день. Так я понимаю, да? С чем это связано? Ну, во-первых, каждый департамент имеет свои планы работы. Естественно, по плану работы мы разрабатываем определенное направление деятельности и проверяем по каждому виду, скажем, по карательной практике, по, скажем, квалификации преступного деяния, по убийству, по разбою. Мы смотрим для того, чтобы знать тенденции, направления, прогнозы своей деятельности. Насколько правильно мы применяем те или иные законы? Насколько правильно поддерживают государственные обвинения наши государственные обвинители? И одной из тем, по плану работы, как раз была вот эта тема, которую мы затронули. Дело в том, что с 2005 года не проводилось проверки законности судебных актов в этом направлении. Последнее было в 2004 году. Естественно, мы подняли все стат данные за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы. И что было интересно, что оказывается, лицами страдающими психическими заболеваниями в год примерно совершается около 300 различных правонарушений. Начиная где-то с 2010 года, эта тенденция пошла пониже. На уменьшение, да? Да, на уменьшение, да. Она стала уже менее 300. Но все равно, даже если 200 совершается, я думаю, что это большая цифра. Кроме того, часть этих лиц, я имею в виду лиц, которые совершили преступление в состоянии невменяемости, то есть до того, как эти дела были расследованы, начали расследоваться следствием. А часть лиц, и это бывает, заболели уже после того, как в отношении были возбуждены дела и дело направлено на суд. То есть до приговора они заболели психическими расстройствами. И в таком случае лица, которые, значит, тут два вида. Те, кто заболел до того, как дело переносит, к ним, значит, в отношениях выносится постановление о прекращении дела, и дело, они направляются на принудительное лечение. Те же, кто заболел после того, как дело направлено на суд, то есть до вынесения приговора, тут уже двоякий подход. Во-первых, нужно выяснить, какова тяжесть заболевания, может ли такое лицо после выздоровления пристать перед судом и понести наказание. Продолжим мы сейчас. Я прерву вас. У нас телефон звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Продолжим мы сейчас. на тивенчат персинги утром рахмет кет полнотында енда утром нынджиан айтунгой и гидрес из прокуратура 6 мин кирс пи сенс вас прокуратура разного было мы дальше продолжим я прервал тем да по этой теме и мы выявили что за этот период 35 лиц заболел психическими расстройствами после совершения преступления но до вынесения приговор в соответствии с законом как я уже сказал нужно было после назначения психиатрической экспертизы которая определяется психическое состояние суд должен решать два вопроса либо значит вынести обвинительный приговор с освобождением от наказания либо вынести постановление о прекращении уголовного дела и направлении такой листа на принудительное лечение либо и 3 3 путь на это как бы промежуточный между ними это о приостановлении производства по делу до выздоровления на на лица и после выздоровления данного лица суд должен решать вопрос значит привлечение его к углу ответственности но не это значит он назначение наказание то что он тоже включен к ответственности вот в этой связи мы проверяли эти данные как уже было озвучено среди этих 35 лиц 11 чудовников как мы говорим в кавычках внезапно заболели да я вот смотрел исходя из выступления асадхазулач и после вашего доклада что два три акима да вот заболели вот потом три военнослужащих два главного врача вот два главного бухгалтер начальник поезде даже оказались вот в их числе и вот так получилось что среди проверенных нами судебных актов в отношении шестерых лиц судьи не только вот суды не только не приостановили угол дела они вообще их освободили от уголов ответственности то есть получилось так что лица по эти по эти лица по выздоровлению освобождались от уголов ответственности вот в отношении троих мы уже как говорится спасли теперь говорю то есть мы внесли протесты по таким делам и сейчас решается вопрос о мере наказания в отношении тех лиц вот еще на что обратил внимание генеральный прокурор что имя совершается много как его называется гражданской правых сделок они приобретают право на управление транспортом даже было высказано что они право на шею на огнестрельное оружие как это они могут больные психические расстройства приобретать и вот совершать какие-то сделки честно говоря это вообще-то компетенция первого департамента это департамент общего надзора но дело в том что мы в ходе проверки уголовных дел проверки судебных актов по уголовным делам столкнулись с тем что часть из этих лиц вот находясь на излечении они имели права водительские права и вот когда мы уже стали разбираться дальше мы немножко вышли за пределы своей темы поскольку вопрос о психически больных лицах связан прежде всего с тем что заботись о их здоровье мы прежде должны исходить из того чтобы они не причинили вред себе вред окружающим или не причинили иной существенный вред и вот в процессе этой проверки и получилось что мы наиболее это стали смотреть где чаще встречается вот их вот сделка как вы только сказали тут их деятельность чем заключается если скажем вы только что сказать по оружию то естественно что с оружием на улице мало кого вы видите а вот за рулем транспортно средства они чаще встречаются и получилось так что мы выявили то что эти лица в отношении которых были вынесены значит постановление о направлениях на принудительное лечение они оказывается не лишены этих прав и так получилось что в отношении семерых например это привело к тому что они совершили несколько дтп в которых пятеро погибли 7 человек получили телесоповреждения различной тяжести причем один из них совершил дтп со смертельным исходом в отношении малолетних то есть вы понятие и они мы не говорим о том что все это все эти лица представляют такую большую опасность не имею в виду но ведь это все равно страшного идти по улице и вдруг кто-либо если даже лица которые вменяемые психически здоровый совершает правонарушение что говорит о тех кто страдает психическими расстройствами и и самое интересное что и по законодательству об административных правонарушениях есть только понятие как невменяемость то есть эти лица если их признают невменяемые то они не подлежат ответственности понимаете то есть ему и мы стали проверять насколько есть возможность насколько быстро наши органы внутренних дел могут оперативно реагировать на то чтобы для тоже пресекать 10 таких людей и в своевременной изымать у них права то есть обращаться с исками суд я оказал что до 2010 года были такие правила правила взаимодействия между органами внутренних дел и министерство здравоохранения но затем силу какие-то определенных причин эти правила утратили свою силу и вместо этого появились комплексные планы на региональном уровне но они не отвечают требованиям которые предъявляются к нормативным правым актом поскольку первых содержит данные о лицах страдающих психическими заболеваниями но соответствии законом с кодексом о здоровье населения такие данные относится к врачебной тайне и не могут быть переданы по каналам прямой связи это раз во вторых в этих планах практически нет данных по республике только на региональном уровне и потом они содержат нормы о правах и обязанностях а такой акт уже должен быть зарегистрирован министерство юстиции ну то есть в данной ситуации взаимодействие между органами внутренних дел и органы здравоохранениями здравоохранения она прервалась фактически не действовал каждый регион варился в собственном соку сейчас вот по результатам данной коллеги на рекомендации и органы внутренних дел и он здравоохранения поскорее внести изменения в кодекс здоровья населения и разработать этот правило или новый нормативный акт который позволял бы обмениваться этими данными между органами внутренних дел и органы здравоохранения обсея лицах страдающих психическим заболеваний в таком случае это бы позволило органам адам практики быстрее выявлять таких лиц у которых есть водительские права делал еще дальше хотел сказать дело в том что экспертиза проведенная по уголовному делу она не является доказательством по административному делу но в то же время она должна служить основанием для проведения новой экспертизы и для установления психического статуса вот про мы заранее извещаем что сегодня у нас вы принимаете участие с визитем ко мне прям буквально вот перед тем как идти программу обращались ко мне непосредственно телезрители вот уваисов кинджива исламович 11 октября сорокового года рождения состоит на учет для получения жилья 92 года по городу астана проживает улица ах курган дом 2 поселок коктал очень почти горит не двигается сегодня у меня горит номер четыре тысяч четыреста двенадцатый когда я получу жилье после смерти и телефон себе предложил он даже не умеет писать я вынужден был сам здесь написать я хочу непосредственно вам не относятся на какой-то степени как-то оказать содействие этому человеку я потому что я предлагаю в этом плане передать эти мне документы я естественно передам соответствующий департамент и обязательно у меня тоже таких же очень жалоб много сегодня у меня был на приеме сулеменов канат это бывший председатель комитета рыбного хозяйства он считает что он необоснованно осужден поэтому я хотел бы и в будущем такие жалобы я буду передавать вам если он сам не может может через вас но желательно конечно напрямую направлять либо верховный суд либо к нам в генеральный прокуратур спасибо время нашего эфира заканчивается напомню что сегодня у нас гостя был начальник 10 департамента генеральной прокуратуры республики азахстан бебет бюк мухаммедов шермухаммедов а я же с вами прощаюсь до скорой встречи а вам огромное спасибо что пришли рассказали а